здарова народ конец ноября погода как всегда нас радует своими блин северными аномалиями ледяная трава мороз 20 минус 20 снега нет до сих пор до этого три дня шел какой-то непонятный дождь при минусовой температуре то ли дождь или туман все деревья короче обледенели такая красота лед на елке идем дальше строить баню но теперь полок вот такой вот парящий без ножек чтобы под ним можно было убраться легко подмести там полы помыть вот близко к стенке не крепил чтобы бревно не темнело вот так вот делал расстояние все предельно просто вот такие вот закладные делал раз раз все к ним крепил уже поперечины продольная доска крепил бревно вот на такие вот глухари или как они называются шурупы брал по длине и сантиметров 20 пацаны у меня серьезные старший сын два метра размер 49 вес килограмм 120 наверно младший тоже не подарок ну и я сам где-то за 100 с лишним так что полок должен быть у нас серьезные крепления тоже серьезные все основной полок готов отшлифовал немножко сначала рубаночком прошелся потом нашли в машину этот круг который на липучке получилось классно вот так но еще продолжение следует сюда буду делать для любителей попариться лесенку такой повыше и здесь еще одну висячие сделаю парящие лавочку печку немножко доработал варил вот такой вот типа сеточки доложил камней печных ну и сюда тоже усилил немного чтобы не дай бог вот эта вот стена не упала из шумотного кирпича потому что она на печи просто стоит и не держится за портал вот так типа рамки сделал такой никуда не денется залез наверх когда баня была горячая во время парения посмотрел короче уходит пар где-то в районе балки вот здесь посередине ведь балка то у нас прибита сверху под ней глина с опилками нету они только ну возле нее по бокам по ходу здесь уходит ну и рассохла с доска так прилично сыпаться ничего не сыпется ведь сверху нас начальники забиты из 25 ки вот решила сюда тоже забить какие-нибудь на чечельники полазил на чердаке нашел старую доску уже винтом которая напилил доска полтинник забьем теперь поменьше будет уходить тепло все равно и в этом месте здесь где керамзит лежит надо было подшиться что-то рассказывать все просто гвозди сороковка заколотил вот готов каркас для дополнительного полка вот здесь посидеть для любителей там попариться поближе к печке будет вот такой вот вот вся конструкция в принципе ничего сложного нету ему тоже два лухаря также какие там все с учетом усадки то есть даже если она будет садиться никак не сыграет просто здесь ножки немного приподуматься и все ну вот так вот здесь крепил выбирал там немножко здесь так здесь так в основном уголки где-то гвозди вот так вот так так немножко усилил потому что здесь у меня будет идти лавочка тоже такая парящая сейчас пристегаемся туда к этому бревну и от него здесь будет лавочка тоже висячая а тут просто лесенка здесь игрушка так вот тут доски будут по ширине наверх ложится там по длине то есть наоборот вот так вот будет с этой лавочкой подальше отойти чик туда тоже за бац лати глухари как-то так туда помощнее ногу сделал в принципе всю эту конструкцию можно вынести вот если глухарить открутить она нигде не держит просто независимо от той полки потом-то обошьется за счет со все будет красиво шлифуем доску выносим погнали дальше ну вот пока так там зашьется низ зашивать не будут еще ножки шлифану шут смотрелись повыше бока закрою тут ничего не буду закрывать вот так тут две доски три доски кто-то может так лечь кому надо кто-то может сесть вот мыться чё зона для мытья вроде как сначала казалось будут думал я мало будет ничего он сюда сел нормально сюда тазик поставил место нормально ну все доделал в этом видео я хотел показать не то что там как собирается каркас текально заколачивать горизонтально там на уголки на саморез как можно организовать полезное пространство баня для любителей попариться полки были сделаны очень широкий можно поваляться вот так вот так один здесь другой там во льдом но и для любителей помыться и вообще просто погреться вот пожалуйста здесь напротив человек может сесть полки будем покрывать вот таким вот маслом тоже на зоне покупал недорогой там угли 300 ночи всем пока всем с легким парам ждем следующего видео в следующем видео будет самое интересное будет о том как совместить бревенчатый брус и дощатый предбанник с учетом усадки сруба